В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. 50 участников стали победителями молодежного форума Иволга. Ребята, получившие гранты на реализацию своих проектов, разделили между собой 11 миллионов рублей. Еще 18 счастливчиков стали обладателями путевки на космодром Байконур, где им предстоит наблюдать старт ракеты. В последний день форума ребята смогли пообщаться с высокими гостями, представителями аппарата президента Федерального министерства культуры, городской и областной власти. Этот арт-объект в Чувашской республике пользуется очень большим спросом, влечением улыбок, который символизирует друг друга. Последний день Иволги выдался богатым на ВИП-гостей. Представители аппарата президента Федерального министерства культуры, региональной и городской власти посетили молодежный форум. Экскурсия по площадкам «Живая беседа» с участниками заседания Молодежного совета ПФО. Особенно продуктивно прошла встреча с ребятами из смены культурный бум, где гостям показали презентацию Всероссийского форума «Жемчужина на Волге». Инициативу поддержали на федеральном и региональном уровнях. Предполагается, что пробный форум состоится уже в этом году. Иволга на Самарской земле проходит в третий раз и с каждым годом объединяет все больше участников. Важная задача организаторов – выстроить программу форума согласно их запросам. Мы покорректировали обучающие программы предпринимателей. Мы посмотрели и скорректировали опять же по запросам ребят в программу молодых политиков. Ну, в общем, по всем программам мы наполнили их теми смыслами и содержанием, которые сегодня ребятами наиболее востребованы. Гости отметили и значительный рост качества проектов на форуме. Сегодня это взвешенные и здравые идей, которые помогут решить многие проблемы в стране и в регионе. Форум стал совсем другим, серьезным. Люди едут ответственно, с очень хорошими проектами, и общаются между собой, и понимают, что сюда едут не просто так вот отдохнуть, а очень усиленно работать. Последние годы государство уделяет все больше внимания поддержке молодежных инициатив. Это крайне важно, потому что инициатива молодежи всегда была такой движущей силой изменения в обществе, позитивных изменений в обществе. И государство, поддерживая такие усилия молодежи, такое стремление молодежи меняться, фактически ускоряет преобразование нашего государства по пути развития, по пути прогресса. Когда официальные встречи закончились, наступил ключевой момент десятидневных презентаций и лекций – вручения грантов победителям. Больше всего наград собрали участники смены, инноваций и техническое творчество. Виктор Осетров поднялся на первую ступеньку интеллектуального пьедестала за разработку прибора для распознавания речи. Вы сейчас записываете интервью, а вполне может быть в будущем, в режиме реального времени моя речь будет преобразоваться в текст и уже сразу вводиться в твиттер или же в новости. То есть мы занимаемся технологиями, которые очень актуальны, динамично развиваются и за ними будущее. На одной сцене с победителями и 18 счастливчиков, получивших путевку на космодром Байконур. Им предстоит увидеть старт ракеты. После торжественной части ребятам, достойно защитившим свои проекты и принимавшим активное участие в жизни форума, сделали приятный сюрприз – покатали на воздушном шаре. А ярким завершением «Иволги-2015» стала большая дискотека. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Молодежный форум «Иволга» в день закрытия посетил министр культуры России Владимир Мединский. На форуме глава Министерства культуры встретился с главным режиссером Самарского театра драмы Валерием Гришко. Во время беседы обсуждалась премия «Золотая маска», театральная жизнь Самары и нашумевшая история с фильмом «Левиафан». Ты, Вадим, соберись и не сомневайся, ты благое дело делаешь. И хотя говорят, что благие дела делают радостно и легко, нельзя забывать. Враг-то не дремлет, то есть противодействует. Знаменитая роль режиссера Самарского драмтеатра Валерия Гришко в фильме «Левиафан» в этом году наделала немало шума. После выхода ленты «В свет» Самарское православное сообщество заявило, что своей ролью Гришко оскорбил чувства верующих. А в интернете появились гневные отзывы о фильме в целом и о самом Гришко в частности. На встрече с актером глава Министерства культуры России Владимир Мединский прокомментировал киноскандал. Я эти обращения читал, относился к ним, самое мягкое слово, с иронией. Потому что я очень хотел переслать их тут же Олега Павловича Табакову. Да, и многие могли бы высказаться. Я бы сказал, что образ, например, Шелленберга, он в какой-то степени даже вызывает симпатию. Ну вообще, на фоне остальных, это, конечно, симпатия зла, но тем не менее. Поэтому предъявлять подобные претензии к актеру. На встречу зашла речь и о премии «Золотая маска». Собеседники сошлись во мнениях, заявив, что не считают ее объективной. Также Гришко рассказал Мединскому о жизни Самарского драмтеатра, последних премьерах и о достижениях молодых артистов. Мы гордимся нашей молодежью. У нас уже третье поколение, которое мы сами воспитали. Раньше, когда не было этой возможности, мы брали со стороны выпускников разных училищ. Это разные школы, разные навыки. Сейчас уже третье поколение, третий курс воспитывается. И два курса уже в театре работают. Ну, те, которые остались. Не все, конечно. Остаются лучшие. В завершение встречи Валерий Гришко пригласил министра посетить спектакль Самарского театра драмы. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Не успела отгреметь Иволга, а поляну на Мостряковских озерах уже заполняют поклонники авторской песни. 2 июля стартует 42-й Всероссийский фестиваль имени Валерия Грушина, который продлится до 5 июля. Любители авторской песни уже начали ставить палатки на фестивальной поляне. В этом году ожидается порядка 70 тысяч человек. Кроме созерцания местных пейзажей и прослушивания песен под гитару, участники фестиваля могут, не покидая поляны, познакомиться с Самарой. На Мостряковских озерах будет смонтирована интерактивная выставка с информацией о Самаре, как городе, который принимет у себя чемпионат мира по футболу 2018 года. Поручение подготовить материалы для выставки дал своим подчиненным глава городской администрации Олег Фурсов. Чтобы люди, там порядка 50-70 тысяч, которые приедут, чтобы они могли посмотреть и увидеть, что Самар действительно участник всех этих мероприятий. И Самар – это серьезный промышленный город с населением свыше миллиона человек, чтобы там продемонстрировали наши успехи последних лет, этой красивой набережной, и строящийся космос-арену, и Гагарин-центр, и все-все-все. От развлечений к вопросам градостроительства. Превратить Самару в город, удобный для жизни, и в то же время сохранить ее самобытность, способна только активная градостроительная политика. О крупных проектах, которые только запланированы и которые уже успешно реализуются, жителям рассказывают на выставках в рамках проекта «На связи с губернатором». Подробнее в нашем сюжете. Беспрецедентная сумма в 7 миллиардов рублей, выделенная из федерального и областного бюджетов, в этом году на ремонт и реконструкцию центральных магистралей Самары. На Московском шоссе вовсю кипят работы. Обустройство современных развязок, строительство трех новых и модернизация одного подземного перехода. Велодорожки, озеленение, современное освещение. Продолжаются работы по созданию автомагистрали «Центральная». Будут отремонтированы улицы Новосадовая и Советская армия. Возможности власти и желания горожан совпали. В первую очередь я бы отремонтировала дороги. Во-первых, дороги везде, во дворах везде все сделать. Чтобы следили, выделили деньги для ЖПХ. Такое у нас существует. Чтобы там были нормальные дворники. Чтобы работали ненормально. У каждого был бы свой участок, и каждый участок у нас был бы чистый. Какой станет Самара к 2018 году, рассказали жителям на выставке, которая прошла на набережной в рамках проекта «На связи с губернатором». По инициативе главы региона в Самаре будет реализован самый масштабный в истории города проект по реконструкции и модернизации центральной части Самары. Главная его задача – сохранить самобытность, исторический дух и культурные наследия. Реконструкция улиц на улице Куйбышева, то есть несколько домов. Также у нас будет реконструкция дорог. Планируется пустить скоростной трамвай. Кроме реконструкции исторического центра Самары, город ждет еще несколько крупных проектов. Среди них застройка территории заводов ЗИМ и ГПЗ-4. Марина Матвейшина, Максим Гусев, События. Доступно алкоголь – зло, а наркотики – еще хуже. Антинаркотический рейд провели сотрудники Самарского департамента общественной безопасности и наркополицейские. За спортивный настрой молодежи дарили подарки. Однако нашлись и те, кого пришлось наставлять на путь здорового образа жизни и рассказывать о законах Российской Федерации. Вечерний променад по парку, свежим воздухом подышать и пройтись перед сном – почти обязательный пункт в распорядке дня Ксении. Однако подарок из рук незнакомых людей получают впервые. Кепка с надписью «Я выбрал жизнь без наркотиков». Молодые люди живут именно под таким настроем. Ведут здоровый образ жизни, а зарядка и спорт обязательны. А пагубные привычки советуют обходить стороной. Не связываться с плохой компанией, а если связываться, то отлучать их от этого. Уже завлекать их какими-то другими хобби, увлечениями, развлечениями. Антинаркотический рейд по паркам и улицам Самары уже стал традиционным. Это часть программы по профилактике наркомании. Профилактика – лучшее лечение. Хотя и таксиома популярна у медиков, к борьбе с наркоманией тоже прекрасно подходит. Любовь к спорту, здоровому образу жизни и достижения высоких результатов в учебе и карьере молодым людям прививают всевозможными способами – массовыми мероприятиями с участием волонтеров и спортсменов. Только в июне в Самаре провели порядка сотни антинаркотических акций. Приобщить наиболее активную часть населения, которой является молодежь, к активному образу жизни, к позитивному восприятию жизни. Естественно, вопрос профилактики наркомании, вопрос крайнего вреда и пагубности привычек, связанных с употреблением наркотиков, был там один из ведущих. В антинаркотический рейд по вечерам отправляются сотрудники департамента по вопросам общественной безопасности и контроля вместе со специалистами наркоконтроля и полицейскими. Футболки, бейсболки, пляжные сумки спортсменам и активистам. А вот нарушителям закона, распивающим алкогольные напитки прямо на лавочках в парке, порицание и разъяснительная беседа. Впрочем, ни одного протокола о правонарушениях не составили. Большинство самарцев с пониманием относятся к критике и сразу же отправляются из мест общественных домой. А кто-то пенными напитками поливает газоны и все же остается в парке, но уже без алкоголя. Как отмечают специалисты, результаты профилактики налицо. Год назад во время такого же рейда по паркам Гагарина и Воронежские озера было составлено пять протоколов на особо буйных нетрезвых нарушителей. Сегодня все спокойно. Антинаркотические рейды продолжатся, а ежедневно за соблюдением закона об ограничении распития спиртного в общественных местах следят полицейские и добровольные дружинники, патрулирующие улицы. Марина Кравцова, Павел Просняков, События. Зато специалисты советуют сказать наркотикам «нет» и выбрать велосипед. Под таким девизом в Самаре прошел пятый веломарафон. В нем приняли участие больше сотни юных спортсменов в возрасте до 18 лет. И поздравили, и трое выбывают. Поехали! Борьба за первенство развернулась нешуточная. Девчонки нарезают круги по парку Молодежной за считанные минуты. Первую финишную черту пересекла Анжела Лазарева. В велоспорте она уже несколько лет. Говорит, этот спорт помогает развиваться не только физически. Чтобы победить, нужна стратегия. Главное гнать со старта, главное выехать в первый. А потом уже по самочувствию как получится. Веломарафон «Наркотикам нет» выбирая велосипед проходит в Самаре пятый год. В рамках муниципальной программы по противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике наркомании. Каждый раз количество участников растет. В этом году принять участие в марафоне собрались порядка 150 спортсменов. Среди них есть и любители, и воспитанники спортивных школ. Такой акции, чтобы люди выбирали здоровый образ жизни, выбирали велосипеды. Мы привлекаем всех горожан к активным занятиям физической культуры и спорта. Кроме наркотиков есть более лучшие варианты, чем можно заняться с меньшим вредом для здоровья. То есть, например, в нашем случае это велосипед. Потому что на нем, во-первых, можно спокойно куда-то съездить на природу, отдохнуть, подышать свежим воздухом, но и без пробок добраться до нужных тебе мест. Лучшие спортсмены по итогам заезда на выбывание получили кубки. У тех, кто призовые места не занял, есть впереди целый год, чтобы улучшить свои показатели и в следующий раз показать лучший результат. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Самара отметила День молодежи. В парке Гагарина все желающие могли попробовать свои силы в соревнованиях по фризби, настольному хоккею, многоборью и даже поучиться игре на барабанах. Подробности в нашем следующем сюжете. Самарская молодежь активная, позитивная и очень энергичная. Поэтому День молодежи встречают по-спортивному. В парке Гагарина одновременно открылись несколько площадок. У столов с настольным хоккеем много желающих поучаствовать в соревнованиях. За звание лучших сражаются и парни, и девушки. Влада Варова играет впервые. Говорит, хоккей, хоть и настольный, все равно не женский вид спорта. Это не получилось, поэтому Паша приходилось мне немножко поддаваться. А то я бы уже давно, наверное, перестала бы играть. На обновленном стадионе проходят соревнования по фризби. В товарищеском матче сошлись команды Самары и Тольятти. Фризби – это игра с летающим диском. Правила чем-то напоминают американский футбол. Игроки говорят, это только со стороны, кажется, все просто и легко. На самом деле, без стратегии и серьезной физической подготовки на поле делать нечего. Это отличный вид спорта в плане фитнеса, оздоровления. И действительно, надо думать, надо бегать. То есть, сочетание всего и сразу. Для любителей музыки в парке открылась площадка «Меломан». Здесь каждый мог освоить игру на ударных. Праздник для самарской молодежи организует городской департамент культуры, туризма и молодежной политики. В прошлом году праздновали на набережной. В этот раз организаторы выбрали для проведения Дня молодежи парк Гагарина. И не случайно. Излюбленное место отдыха самарцев после капитального ремонта. Здесь появилось новое футбольное поле, спортивные площадки и сцена. Найти занятие по душе здесь может каждый. День молодежи так и должен проходить, потому что молодежь у нас спортивная, здоровая, инновационная. И поэтому очень здорово, что она откликается на наши предложения и участвует во всех этих активностях. В завершении праздника победители всех спортивных площадок получили дипломы и призы. Главным подарком самарской молодежи стал большой концерт. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. Молодежь интересуется не только спортом, но и историей родного города. Вообразить исторические события попытались в Самарском литературном музее имени Горького. Как жил писатель в Самаре и почему именно Самара стала колыбелью литературного таланта, узнал наш корреспондент. Железная кровать, стеллаж с книгами, стол, две фотографии в рамках и чернильница. Аскетичная, даже бедная обстановка. Шагнув в этот полуреальный мир, можно представить, вообразить, как жил в Самаре Алексей Пешков, известный как Максим Горький. В полуподвальном помещении на улице Степана Разина. В литературном музее попытались рассказать необычную историю о великом писателе. Это жизнь, мир, который он себе придумал. И что удивительно, ему удалось во многом его сделать реальностью. Ну, вы знаете эту историю, что он был из очень простой семьи, что очень трудное детство. И вот этот человек стал всемирно известным писателем буквально за несколько лет. Вот, собственно, в Самаре он приехал на какие-то копеечные оклады. В Самару Максим Горький приехал из Нижнего Новгорода и пробыл здесь около года. Писал очерки и хроники для Самарской газеты. Хотя отзывы о городе были не самые лестные, сам Горький говорил, что как писатель он родился именно в Самаре. А исследователи литературы уверяют, в тот период обо всей России он писал с горечью. Тем не менее, в Самаре Пешков встретил свою единственную любовь и будущую супругу. Письма, которые он писал, это реальный его почерк, реальные эмоции, которые там в кляксах, в каких-то вот закорющих письма. Он здесь пишет о том, что в Самаре только два умных человека, один из них – это я, и только две симпатичные женщины. Но одну из них я не знаю. В духе времени и прошлого, и нынешнего гостям предлагают совершить путешествие по текстам писателя, открыть что-то близкое каждому в классических произведениях. Здесь и школьники смогут по-новому взглянуть на историю программных произведений. Самарский литературный музей имени Горького теперь соответствует названию. Выставка станет постоянной частью экспозиции. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Это были все городские новости к этому часу. А у меня еще новости экономики. Не прощаюсь. Статистика верно подмечает, что во все времена ограбление банка было не столь частым явлением, как ограбление банком. Почти 19 тысяч жалоб на банки поступило в Роспотребнадзор в 2014 году. Это на 52% больше, чем годом ранее. Ведомство зафиксировало 5575 нарушений. Это на 68% больше, чем в 2013 году. В суд направлено 234 иска о защите прав потребителей финансовых услуг. Также Роспотребнадзор получил 8378 жалоб на страховые компании, что на 29% больше, чем годом ранее. В прошлом году служба провела 1606 проверок, в том числе 1137 мероприятий по надзору за соблюдением защиты прав потребителей в кредитных организациях. Валютные ипотечники пошли в суды. По данным системы судебного делопроизводства, уже зарегистрировано 904 иска против правительства и Центробанка с требованием признать незаконным их бездействие, выразившееся в отсутствии защиты и обеспечения устойчивости рубля в рамках единой государственной финансовой и кредитной и денежной политики, и обязать устранить допущенное нарушение прав и свобод. Заявители ссылаются на Конституцию ст. 75 и закон о Центральном банке ст. 3.34.1, в которой указано, что основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности. Граждане требуют от суда обязать устранить допущенные нарушения прав и свобод путем возврата к механизму денежной курсовой политики с границами операционного интервала бивалютной корзины. Значительную часть истцов также требует от Центробанка компенсировать им убытки, которые были вызваны падением курса рубля. Рано или поздно, но массовые заходы в суд должны были начаться. Российский фондовый рынок открылся в красной зоне. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1630 пунктов. В аутсайдерах – Башнефтин, МТП, РАДР «Русала», АФК «Система» и Аэрофлот. Среди лидеров РОСТ – НЛ «Россия», Полюс Золото, Префы Транснефти и Акрон. К открытию торгов в России сложился резко негативный внешний фон. Американские и европейские площадки в понедельник закрылись разнонаправленно. По-прежнему на бирже Старого Света и Уолл-Стрит оказывает давление греческий вопрос, который, вероятнее всего, разрешится дефолтом Афин. Фондовые индексы Азии в минусе. Фьючерсные цены на нефть БРЕНД в пятницу незначительно снизились на фоне ожиданий подписаний на предстоящей неделе всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Курс доллара на 29 июня – 54,81 рубля, курс евро – 61,40 рубля. Золото стоит 2069 рублей за грамм. Серебро стоит 27,90 рубля за грамм. Цена нефти марки БРЕНД – 62,15 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.